«Знадея, чиняю ранком двери, как новый день жадания жить принес». Именно эти строки стихотворения вдохновили директора Брестской детской школы изобразительных искусств имени Александра Алонцева, Светлану Вяль, на выставку ручного художественного ткачества под поэтическим названием «Желание жить». Гобелины, которые она создавала на протяжении 10 лет, расположились в выставочном зале, где каждый мог посмотреть на мир глазами мастера народного творчества. В сюжетах ее ткан их полотен «Беларусь» с ее ярким самобытным характером. Причем во всех работах мастера декоративно-прикладного искусства присутствует льняная нить, как символ богатства беларусов, красоты и традиций народа. Глядя на эти гобелины, объединенные такой пригожей темой, темой родимы, малой родимы, великой родимы, убогули нашей родимы, соправданно стосуются с тем, что мы называем родимой, что мы личим своей родимой, стосуются и с самим материалом и льном, и стосуются той тематикой, какой кранается у своих гобелины, какой распроцовывает у своих гобелины Светлана Виаль. Они теплые, они светлые, да и хочется докрануться. На персональный вернисаж Светлана Виаль собрала 14 полотен, причем три из них она соткала за полтора месяца этого года. Для гобеленов, которые создаются месяцами и даже годами, это рекордный срок. Она начала заниматься созданием гобеленов еще в институте, но тогда этот вид творчества не был для нее основным. С ветинанки я перешла на гобелен, потому что гобелен для моих глаз просто легче. Ветинанка уже сложна, но гобеленом я занималась с института, просто он был немножко. Там он не основной был, и я понемножку им занималась. Хотя сейчас, когда я готовилась к выставке, я попыталась в голове пересчитать все работы. Оказалось, что их не так и мало, их 50 где-то штук. То есть просто они вот куда-то уходили, раздавались, дарились, и их нету в наличии. Поэтому вроде бы так вот их не так много. Со Светланой Виаль мы познакомились уже довольно шумат годов тому, и тогда она отраджала в нашем городе, в веросте, вытинанку. Один из таких народных видов мастерства. Это было вельми пригожее, это было вельми захопляльно. У нее з'явились ученицы, у нее з'явились последовницы. В принципе, вытинанка – это сегодня довольно расповсюдженный вид. Такое народное мастерство в нашем веросте, на веростейщине в Вогуле, по-моему, в Вогуле в Беларуси. За 40 лет своей работы Светлана Виаль принимала участие во многих выставках в качестве организатора и автора. Но всегда была только их частью, оставалась за кадром. Желание жить – это выставка первая, персональная, и название говорит само за себя. Наверное, моя натура водолейская, она такая, что она должна что-то делать. Если она не делает, зуд в руках, зуд в ногах, я начинаю искать приключения. Поэтому, чтобы вот эти приключения были осознанными, я для себя выбираю какой-то вид творчества. Я там вышиваю, шью, у меня были такие моменты, там вяжу. Вот сейчас занимаюсь гобеленами, потому что мне сейчас это просто более интересно. На выставке представлены гобелены разных лет и разной тематики, но объединяет их один посыл – любовь к своей малой родине. Своими работами, которые пронизаны теплыми чувствами и добротой, Светлана Виаль поделилась с близкими ей по духу людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!